Суть нашего сегодняшнего разговора – санкционная политика Запада. Прошло определенное время, и я вас предупреждал всех, что вопросы противостояния вот этой санкционной политики – это вопросы правительства. Но, тем не менее, с президента контроль никто не снимал. В плане контроля я только что заслушивал отчет председателя Национального банка и помощника своего по банковской сфере, как работают банки в этот период. Надо отдать должное, что они молодцы в основном, со своей работой справляются. Дальше я хотел бы послушать, какова ситуация в связи с этими санкциями у основных наших компаний, которые попали под санкции, в том числе и белорусская калийная компания, и белорусская калий, и белавия потом до сих пор давят, сейчас уже не знают по какой причине после отчета ИКАО. Нефтепромышленный комплекс наш, нефтехимический комплекс. Так что, Роман Александрович, вы это знаете, я вам вчера говорил, надо, чтобы специалисты, министры были готовы доложить президенту о работе в этот санкционный непростой период. Но, глядя по прошлому году, все-таки найдены хорошие альтернативы у многих предприятий. Неплохо и белорусская калий сработали, но, тем не менее, надо смотреть вперед. Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, ну, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали, они же сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Тем более, я же сказал пятницу, меня мало волнует сохранить лицо, не сохранить, надо им сохранить лицо. Пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться, но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются, а народ Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы. Поэтому я хотел бы после вот этой банковской системы, рассмотрев, как они работают в этих условиях санкционных, послушать, как работает наше предприятие в этот период и как мы работаем, чтобы найти другие пути по поставкам наших химических удобрений, калийных удобрений, минуя, допустим, традиционные порты. Вот суть нашего разговора. А дальше я попрошу, чтобы и Белави, и другие компании были готовы доложить вместе с правительством, как они работают.